Привет, мои творческие друзья! Сегодня я буду шить необыкновенно романтичное изделие кружевной ток из хлопкового шитья. Он уже стал базовой вещью моего повседневного гардероба, с которой я могу сочетать летящие юбки и джинсы. Выкройка топа с рукавами-фонариками простая и шьется на одном дыхании. Ну что ж, давайте начинать! Для пошива такого топа понадобится ткань хлопок-шитье, нитки в цвет, бельевая резинка и косая бейка. А готовые выкройки всех размеров вы можете скачать в описании к этому видео. Так, значит, что я хочу сказать по поводу вот этой ткани. Она называется шитье, состав у нее хлопок, и вот по кромке, то есть там, где должна быть кромка, выполнен вот такой вот красивый фистончатый узор кружевной. Если посмотреть, у этой ткани есть изнаночная и лицевая сторона. Как ее определить? На изнаночной стороне узор, вот этот вот вышитый, он будет более неаккуратный, такой, знаете, с узелками. И если сравнить его с обратной стороной, то есть переворачиваем, здесь узор более красивый, более гладкий, здесь у нас узор более шершавый, и присутствуют узелки, и такие всякие ниточки торчат у нас, да? А здесь все аккуратно и красиво, то есть вот это лицо. И обязательно нужно пометить, что лицевая сторона присутствует у ткани, то есть я помечаю лицевую сторону крестиком. Беру выкройки лифа, они идентичные, то есть перед и спинка похожи друг на друга, и обметываю верхний срез переда и спинки на верлоке. Девочки, если у вас нет верлока, выполняйте обметочные строчки на обычной швейной машинке, используя строчку зигзаг. Итак, что я делаю дальше? Я уже обметала верхний срез топа на верлоке, и затем я подгибаю верхний срез на 1 см на изнаночную сторону, и пришиваю подгибку на машинке. Беру отрезок резинки, короче длины верхнего среза на 9 см, затем надеваю на 1 его конец на близкую булавку, и продеваю его через кулиску, то есть через подгибку. Концы при этом резинки, вначале и в конце, закрепляю. Можно сделать это на машинке, то есть закрепить строчкой, чтобы резинка не убежала внутрь нашего тоннельчика. Точно так же я буду обрабатывать верхний срез рукава. Беру рукавчик, для начала я обметаю верхний срез рукава на верлоке поочередно, один рукав, потом второй. И так же буду делать подгибку внутрь на изнаночную сторону, и фиксировать эту подгибку прямой строчкой. А здесь, как видите, я прошлась булавками, потому что срез не прямой, он изогнутый, поэтому для того, чтобы подгибка получилась прямая и ровная на всей длине, сначала лучше закрепить ее булавочками. Так же можно ее приметать вручную с меточными стежками. Беру отрезок резинки короче длины верхнего среза рукава на 9 см и продеваю этот отрезок резинки через кулиску. Так же концы закрепляю вначале и в конце строчкой на машинке. Если посмотреть на фото топа, то можно увидеть, что рукав присборен не только по плечу, но и по руке. А для того, чтобы сделать такую сборку на руке, я отмеряю от нижнего среза рукава 17 см и провожу прямую линию. Затем по этой линии я буду пришивать косую бейку. Она будет играть здесь роль кулиски. Обратите внимание, что косая бейка прикрепляется не сначала, а отступая немного от бокового среза на 3-4 см. И так же начало косой бейки надо подвернуть внутрь, как бы край остается такой подвернутый, а в конце оставить хвостик косой бейки длиной примерно 4-5 см. На машинке пришиваю косую бейку с изнаночной стороны к рукаву топа, делая две параллельные строчки по краю бейки. При этом я не дохожу строчкой до бокового среза на 1 см. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Соединяю срезы проймы лифа и окат рукава между собой. Положив детали лицом внутрь и закрепляю сначала с помощью булавок, а потом строчкой на машинке с припуском 1 см. После этого срезы обметываю на верлоке или же можете обметать строчкой зигзаг. Всего таких срезов у нас 4. Продолжение следует... Продолжение следует... Заутюживаю получившиеся припуски в сторону лифа. Что осталось сделать, чтобы собрать топ, это соединить его по боковым срезам. Я буду соединять сразу боковой срез рукава и боковой срез лифа. При этом совмещаю лиф в точке проймы, там где я поставила булавку, и по линии низа. При этом косая бейка, которую я делала для кулиски по рукаву, не идет в этот срез. То есть ее оставляем отдельно, потом буду пришивать ее в следующем пункте. После этого срезы я обметываю на верлоке и заутюживаю припуски в сторону переда лифа. Продолжение следует... Отрезаю хвостик косой бейки, так, чтобы хватило соединить оба конца в кулиску. И пришиваю оставшийся кусочек бейки на машинке. При этом я оставляю отверстие для того, чтобы продеть потом резинку через эту кулиску. Ура! Мы уже на финишной прямой, друзья! Последний шаг. Беру отрезок резинки, равный обхвата руки над локтем и продеваю его в кулиску. Затем отрезок резинки надо соединить концы резинки между собой. Можно это сделать на машинке, можно вручную. Вот такой классный топ у меня получился. Шейте вместе со мной, делитесь результатами и своими впечатлениями. Всем пока!